В Адлере на три дня ограничат движение грузовиков. На время проведения инвестфорума контролировать это будут мониторинговые группы. Сдай макулатуру, спаси дерево. В Краснодарском крае пройдет всероссийский эко-марафон. В сочинских селах высадился снежный десант. Так называется патриотическая акция, которая проходит на курорте. В Сочи обследуют вековые деревья. Состояние растений в коллекции парка южной культуры определяют с помощью томографа. Рабочий день в столице. Губернатор Кубани накануне провел ряд встреч в Москве. Вениамин Кондратьев принял участие в совещании по подготовке к российскому инвестиционному форуму. Заседание в правительстве страны провел советник президента Антон Кобяков. Деловой саммит пройдет в Сочи с 12 по 14 февраля. На это время в городе круглосуточно будет работать специальный штаб, в который войдут коммунальные и аварийные службы, рассказал глава региона. В этом году за Краснодарским краем закреплены два направления – гостиничное размещение и организация транспорта. Уже разработана логистическая концепция, утверждены маршруты движения. 7 февраля начнет работать единый диспетчерский центр управления транспортом. На время проведения форума прекращаются ремонтные и дорожные работы во всех районах города. Особое внимание уделят соблюдению санитарно-противоэпидемических мер в гостиницах, пунктах питания, на вокзалах и в аэропорту. Сочинские отели на время саммита готовятся принять около 4 тысяч человек. В период прохождения инвестиционного форума усиленную службу нести будут и бригады скорой помощи. А вот мониторинговые группы по подготовке к проведению российского инвестиционного форума в Сочи уже созданы. В них вошли коммунальные и аварийные службы. Мониторинговые группы также будут заниматься организацией питания, размещением участников, проверять готовность сочинских гостиниц и отелей. Об этом рассказал вице-мэр курорта Владимир Пушкарев. Город полностью готов к приему форума, к приему гостей. Созданы мониторинговые группы по транспорту, по санитарному состоянию, а также волонтерское движение. На время проведения инвестиционного форума прекращаются все ремонтные работы, дорожные работы. Издано постановление главы города Сочи, где пошагово прописано, какие службы за что отвечают. Также замглавы отметил, что движение грузового транспорта в течение трех дней проведения форума с 7 часов до 22 часов по америтинской низменности будет временно ограничено. Для обеспечения безопасности будут задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, спасатели и казаки. Напомню, российский инвестиционный форум пройдет в этом году на курорте с 12 по 14 февраля. Сочи презентует свои инвестиционные проекты в единой зоне Краснодарского края. Концепция выставки в этом году – экспорт услуг в промышленной, сельскохозяйственной, потребительской и туристической сферах, а также развитие информационных технологий. Для гостей и участников форума будет организована дегустационная зона с продукцией сочинских предприятий. Здесь можно будет попробовать мясную форель, сыры, мясные деликатесы, выпечку чай и минеральную воду, произведенные в Сочи. Кубань в следующем году перейдет на систему прямых выплат. Официально оформленные сотрудники будут получать деньги, к примеру, по больничным листам не от фирмы или учреждения, как сейчас, а от соцстрахования. Грядущие изменения обсудили в Краснодаре на встречу с крупными работодателями. Приехал руководитель Федерального фонда соцстрахования Андрей Кегим. На совещании также присутствовали замглавы региона Анна Менькова и депутат Госдумы России Наталья Костенко. С докладами выступили специалисты и субъектов, которые уже работают по пилотному проекту. По их словам, нововведение помогает перечислять деньги в строго установленные сроки, не позднее 10 дней. Процесс прозрачный, отследить движение средств можно в личном кабинете. Нынешняя модель, во-первых, снижает частично нагрузку на работодателя. Они знают, что теперь за все платят фонд соцстраха и им не нужно доплачивать свои деньги, как это происходило раньше. Во-вторых, защищает людей, потому что они знают, что бы ни происходило с предприятием, заплатит фонд социального страхования. Краснодарский край один из крупных субъектов Российской Федерации, и у нас очень большое количество застрахованных лиц. При этом половина из них – это бюджетники. Думаю, что мы пройдем этот этап достаточно успешно. И сегодня могу точно сказать, что что касается бюджетных учреждений, то здесь работа уже на сегодняшний день практически завершена, и мы готовы. Мы сегодня находимся в подготовительном режиме, и этот год будет подготовкой. А с 1 января 2021 года наш регион переходит уже на прямые выплаты. Губернатор Края еще в прошлом году дал поручение начать подготовку к переходу на новую систему. Деньги напрямую с фонда соцстрахования будут перечислять по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также другим выплатам. Героям Советского Союза, героям России, полным кавалерам Ордена Славы и их вдовам увеличат ежемесячные выплаты до 30 тысяч рублей. Соответствующий законопроект сегодня рассмотрели кубанские парламентарии и приняли в первом чтении. С этой инициативой в законодательное собрание Край вышел губернатор. Вениамин Кондратьев сегодня принял участие в первой в этом году сессии. Глава региона отметил, что развитие социальной сферы – это основная задача, о которой говорил в послании федеральному собранию президент. На Кубани такая работа уже началась. В том числе учителям повысили ежемесячные выплаты за классное руководство до 4 тысяч рублей. Я благодарен вам, что мы сегодня смогли принять решение, что дополнительно за классное руководство добавляем еще по 1 тысяче рублей. И у нас для нашего края учитель за классное руководство будет получать 4 тысячи рублей. Казалось бы, что такое 4 тысячи рублей? А в рамках края это 2 миллиарда. 2 миллиарда. А если с учетом того, что 5 тысяч рублей – это поручение президента, правительства, и еще плюс 5 тысяч рублей, то это 9 тысяч, которые будет получать учитель за классное руководство. Это уже деньги. Это уже деньги. 9 тысяч рублей плюс зарплате. Кубань никогда не отставала. Мы в авангарде, так сказать. Как только появляется, сразу же практически принимается решение, чтобы люди максимально получали все эти выплаты. Уже ведется достаточно активная работа с нашим министерством финансов в части корректировок бюджета, в части внесения изменений в краевые целевые программы. При этом констатирую с превеликим удовольствием, что ни одна программа не подвержена сокращению финансирования. Все программы, которые внесены на рассмотрение и вносятся на рассмотрение февральской сессии, все идут только с плюсом. Депутаты также проголосовали единогласно за увеличение пожизненных стипендий победителям Олимпиад и их тренерам. За золото спортсмены получат 30 тысяч рублей, за серебро – 25 и за бронзу – 20. Как отметил губернатор, последний раз выплаты повышались только 8 лет назад. А в Сочи уже готовятся к выдаче единовременной выплаты инвалидами участникам Великой Отечественной. Губернаторская социальная выплата, установленная к 75-летию Победы, рассчитана на ремонт и благоустройство жилых помещений граждан, защищавших родину в период с 1941 по 1945. Что нужно сделать, чтобы получить выплату, рассказали в Управлении соцзащиты населения. Постановление губернатора Краснодарского края о дополнительной мере соцподдержки ветеранов и участников войны в виде единовременной денежной выплаты вступило в силу в январе. Подавать документы в Управлении соцзащиты населения можно уже сегодня. Право на эту выплату имеют жители Краснодарского края, имеющие постоянное место жительства на территории края, а также имеющие в собственности жилые помещения, которые расположены точно тоже на территории Краснодарского края. В первую очередь это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, принимающие участие в боевых действиях с 21 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. К данной категории не предъявляется требование наличия собственности на жилое помещение. То есть независимо от собственности на жилое помещение они получают эту выплату в размере 100 тысяч рублей. Они могут быть и не собственниками жилых помещений, но выплата им предусмотрена. Прописано, да? Да. Данное заявление принимает СОПР как Управление социальной защиты населения, также можно их подать и через наши многофункциональные центры. Это имеется в виду ремонт, подвод газа, воды. Многие живут в частном фонде. Где-то уже и водопровод прохудился. Может быть кому-то действительно надо новый газовый котел купить. Это же тоже считается как улучшение жилищных условий, то есть улучшение благосостояния наших ветеранов. Подавать документы на получение губернаторской выплаты могут и инвалиды боевых действий, инвалиды Великой Отечественной, узники концлагерей с группой инвалидности, не принимавшие непосредственное участие в боевых действиях. Но в данном случае необходимо наличие свидетельства о собственности на жилое помещение. Для этой категории единовременная выплата предусмотрена в размере 50 тысяч рублей. 30 тысяч к 70-летию победы выплатят участникам Великой Отечественной войны и узникам фашистских концлагерей без группы инвалидности, а также членам семей погибших инвалидов и участников войны. Чтобы получить выплату, необходимо обратиться в Управление суд защиты населения, по месту жительства написать заявление и предоставить все необходимые документы. Срок не ограничен в законе, но я думаю, что, конечно, все хотят получить эту выплату к 75-летию победы, поэтому мы ждем вас уже с сегодняшнего дня, и чем быстрее вы принесете нам документы, я думаю, что в марте-апреле эти деньги уже будут выделены и направлены на счета наших ветеранов. Мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». Каждый день вплоть до 9 мая мы будем рассказывать, чем ознаменовалась конкретная дата в истории Великой Отечественной. 29 января советские войска вступили в немецкую помиранию. В приказе командующему войсками фронтов маршалу Жукову главнокомандующий Иосиф Сталин 29 января объявил благодарность войскам 1-го Белорусского фронта, участвовавшим в боях при вступлении в немецкую помиранию. В ознаменовании одержанной победы Сталин приказал отличившиеся соединения назвать помиранские и представить к награждению орденами. К борьбе подключились и угнанные на работу в Германию советские жители. Об этом писали и военные корреспонденты. Бригады, работавшие на заводе в Селезии, перебили охрану и отстреливались, неся большие потери, пока к заводу не подошли советские танки. Войска союзников в это время перешли в атаку в Бельгии. Бомбардировщики и истребители ликвидировали два бензольных завода, узлы коммуникации и мосты. В это время в Югославии прошел митинг в честь побед Красной Армии. Поддержать советских людей пришли почти 6 тысяч местных жителей. К слову, на территории зарубежных государств захоронены 120 тысяч жителей Краснодарского края, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 30 января в Сочи дождь. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7. Днем 10, 12 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 10. В Красной Поляне в этот день переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4. Днем плюс 5, плюс 7. Наш телеканал продолжает и серию репортажей о ветеранах Великой Отечественной войны, живущих в городе Сочи. Сегодня мы расскажем об участнице войны Анне Акакевне Бурдиной. Новость о том, что началась война, застала Анну Бурдину в Адлере, 17-летней девчонкой. В 41-м совхоз Черноморец, где юная Анна помогала собирать семена, сравняли с землей. Все это под бульдозер пошло. Стали строить капониры для самолетов. Уже в 42-м году Адлер бомбили. Не верили, что это война еще. Что такое война? Это страшно. Дети спокойные. Я родилась и не было войны пока до этого. Когда исполнилось 18, она ни минуты не сомневаясь отправилась в военкомат писать заявление. Была призвана на фронт в октябре 42-го. Даже мысли такой не было. Рвались все. Вы не представляете, вот вы молодые сейчас, вы не представляете, какие мы были преданные родине. Анну Бурдину направили в Туапсе. Она была шифровальщицей. Проходила службу в 44-й железнодорожной бригаде. Работа секретная, поэтому фотографироваться, говорит Анна Акакиевна, не разрешали. С тех времен осталось всего несколько снимков. Нас туда посылали в разведку. Ну, мы еще девочки были, да. Как говорят, не обстрелянные, ничего. Так нам не страшно еще было. Ну, один из наших, это с моей настрою было девочки. Две девочки, значит, и обе гадлерские попали в эту разведку. И мальчик был с Москвы. Вова его было зовут. А мне его и сейчас жалко. В общем, там его поймали немцы. Боевой путь Анны Акакиевны длинный и непростой. Адлер, Туапсе, Краснодар, Керчь, Севастополь, Одесса, Бухарест. Победу она встречала в Венгрии. Но война на этом не закончилась. Ее отправили в Японию. Демобилизовалась Анна Бурдина в декабре 45-го. Вернулась в родной Адлер, где работала бухгалтером. Медаль она получила и в мирное время, как ветеран труда. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. В сочинских селах высадился снежный десант. Так называется патриотическая акция, которая проходит в Сочи уже третий раз. Зародилась традиция еще в 1969 году на Алтае. А всероссийский статус приобрела 4 года назад. Главные цели акции снежный десант – это патриотическое воспитание и пропаганда студенческих отрядов. В ней принимает участие более 50 человек. Это краевые наши гости и местные наши ребята из Сочинского профессионального техникума, на базе которого как раз-таки открыт единственный отряд в городе Сочи студенческих отрядов. Далее это Минюст и команды наших сельских округов. Мы собрали бойцов студенческих отрядов из различных направлений – сервисных, строительных, педагогических. И сегодня они все объединившись для того, чтобы помочь ветеранам, дать концерты в школах, поучаствовать в восстановлении памятников, сделать освещение запланированное в рамках акции снежный десант. Но сегодня стартует все это с автопробега. В селе Пластунка десант высадился у памятного обелиска, сооруженного в память о местных жителях. Здесь увековечили памяти участников Сочинского вооруженного восстания во время революции 1905-1907 годов и красных партизан гражданской войны и воинов, павших в Великой Отечественной войне. Студенты отреставрировали обелиск, заштукатурили и покрасили опорную стену. С сегодняшнего дня в каждом селе участники пробега займутся благоустройством территории возле памятников Великой Отечественной, навестят ветеранов, проведут акцию «Чистый берег». А в селе Богушевка будущие энергетики организуют освещение местного памятника. В Краснодарском крае найдены 30 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной. 152-мм снаряды обнаружены в станице Кутаисской под горячим ключом. На место была вызвана инженерно-саперная группа Южного военного округа. Опасная находка в ближайшее время будет утилизирована на полигоне Молькина. Всего в прошлом году в Краснодарском крае саперы уничтожили больше 500 взрывоопасных предметов. А в Сочи проходит профилактическая операция «Безопасные дороги детям». Инспекторы ГАИ уже составили 29 протоколов на неответственных водителей. Несовершеннолетние участники дорожного движения являются особой категорией. В связи с этим Госавтоинспекция города Сочи уделяет их безопасности особое внимание. Сотрудники ГИБДД на постоянной основе проводят профилактические рейдовые мероприятия вблизи школ и детских садов. Нарушителям полицейские рассказывали, к каким последствиям приводит отступление от правил дорожного движения, почему нельзя перевозить ребенка без детского кресла и высаживать маленьких пассажиров с левой стороны автомобиля на проезжую часть. А еще напомнили, что останавливаясь перед пешеходным переходом или вообще на нем, водители тем самым подвергают угрозе жизни и здоровья пешеходов, в том числе и детей. За время рейда инспекторы составили 29 административных материалов, в том числе 12 протоколов за перевозку детей без удерживающего устройства, 4 за непредоставление преимущества пешеходам и 5 за остановку на зебре. Сдай макулатуру, спаси дерево. В Краснодарском крае пройдет Всероссийский эко-марафон, цель которого – возрождение традиционного сбора макулатуры у населения. Это даст возможность производителям бумаги экономить древесное сырье, а жителям планеты – ее ресурсы. В этом году акция пройдет со 2 марта по 23 апреля. Акция проходит два раза в год в виде соревнований между районами. Принять участие в марафоне могут все жители, предприятия, компании, учебные заведения и общественные организации. В прошлом году в ходе акции жители края собрали почти 121 тонну макулатуры. Все участники были награждены благодарственными письмами о победителе грамотами и сертификатами. В Сочи обследуют вековые деревья. Состояние растений, которые входят в коллекцию парка «Южная культура», определяют при помощи акустического томографа. Исследования на протяжении нескольких дней будут проводить московские специалисты. Они же помогут сохранить аварийные деревья, которые дали крен. Их подвяжут специальными канатами. О зеленых технологиях, которые в новинку не только для парка, но и для Олимпийской столицы в целом, узнаем у следующего сюжета. Детское развлечение лазить по деревьям переросло в профессию Антон Кублицкий – арборист или специалист по уходу за растениями. При нем вместо тяпки и лопаты всегда альпинистское снаряжение. Из классического альпинизма мы используем практически невидоизмененные обвязки, карабины, стропы. А из того, что специфично и только для ухода за деревьями, например, бигшот. Это специальная рогатка для проброса через крону дерева и линя. Трос – это единственное, за что может зацепиться арборист. Кошки надевать нельзя. Металлические зубья могут повредить кору. Задача же специалиста – напротив, спасти растения. Дерево, которое дало крен, он подвергнет каблингу. Это система стабилизации крон деревьев. Если дерево имеет аварийный наклон, мы подвязываем данное дерево, тем самым повышаем его ветроустойчивость. Одно дерево у нас является якорным, а другое непосредственно аварийное, которое мы хотим подвязать. В каком состоянии находится древесина, можно определить при помощи акустического томографа. В ствол вкручиваются саморезы, по ним стучат молотком. Прибор фиксирует скорость прохождения звука. Эти данные и позволяют сделать выводы – повреждено дерево или нет. Если звук проходит плохо, значит ствол прогнил. Его состояние схематично изображено на экране прибора. Зеленый, голубой и розовый цвета сигнализируют о затаившейся угрозе. По такой томограмме мы можем оценить размеры и расположение очага гнили. Понять, как внутренний дефект влияет на прочность исследований части ствола. И оценить, насколько данное дерево безопасно с учетом выявленных дефектов. Ранее к подобным исследованиям в парке южной культуры не прибегали. Дендрологи определяли на глаз, угрожает что-то зеленым великанам или нет. Но визуальный осмотр не всегда давал точные данные. Проходишь, смотришь состояние дерева, где-то начинают опадать листья, подсыхать ветви. Появляется, допустим, дуплистость. Те же образование грибов на стволе. Это такой естественный показатель. Но приборный он точнее. Специалистам предстоит за несколько дней обследовать сразу три величественных гиганта. Лириодендроны или тюльпанные деревья, а также сосну. Они растут в парке с момента его основания 1910-1912 годов. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Новосибирск Новосибирск